Так вопрос, когда мы это дело снимаем? Сейчас 12 часов ночи, а камера, вот эта замечательная камера, которая позволяет все это делать. Да, это моя любимая камера, и эта моя любимая камера вам сегодня покажет то место, где вы можете всегда качественно отдохнуть. Что это за место? Это кафе «Давид», которое располагается на той самой лучшей площади, где наша замечательная палатка находится. И вопрос-то меня порадовал в чем? Ну, в чем может вопрос порадовать асса? В качестве приготовления. Давайте таки определимся, для кого в большей степени процедура кормления – это идеал, а для кого нет. Я понимаю, что с дивными ценами, не совсем укладывающимися в понятие инфляции, вот с ними реальные проблемы. И как бы вам сказать то, что далеко не каждый попадет в рай. Но уничтожить жителя сложно. Вы давите, а мы выйдем. Процедура не нова. Обидно, что с головой сложно. Но не все, но самые опытные знают качество. Вот о качестве мы и поговорим. В данном случае качество – это мужские руки. Причем руки, знающие, что и как делать. Я прекрасно понимаю суть Магнитогорска и страны. Мы пытаемся заработать, но нас облагораживают деньгами. А удовольствия хочется, чтобы можно было бы посидеть и час, и два, а некоторые сидят и семь часов. А где это можно? А вот здесь, в кафе «Давид». Я чистый сторонник качества, но тупоголовость, точнее многоопытность странного по сути бизнеса меня пугает. Все хотят халяву, в смысле бесплатности. При этом не думая головой. И сидят, не вылазя никуда. А вкусно и точка, ну в смысле Макдональдс и КФС прет. У умных людей на лучшую рекламу выкладываются средства. Большие. Но это не Россия. К слову о том, что можно даже в реально сложном городе вам показать качество продукции и уникальности сюжета. Честно? Ну честно. Я был в 90% ресторанов и кафешек. И опять же честно, за понтами нет ничего. Как можно вкушать без вкуса, запивая непонятным продуктом? Вот вкус и аромат кафе «Давид» – это другое дело. Для меня человека, персонифицированного на остроте, части того, что приготовлено, радуют. Он не распределяется. Он уникально готовит все как для себя. Вы понимаете, о чем я говорю? Был бы он в столице, но столица не айс. Ни для него, ни для меня. Магнитогорск, по сути, и есть столица металлургии. Столица металлургии всемирная. Город оптимально красивый. И дайте радости. А вот для этого вы смотрите мои передачи. Радость в удовольствии от общения. Удовольствие от качества и послевкусия. Удовольствие от шашлыков. Удовольствие от того, что вы можете позволить. Не так часто, но что в этом можно было бы сделать и заказать. И где? В кафе «Давид» вы это можете всегда. Вот, к примеру, шашлыки. Отличные, в некоторой степени лучшие. С заказом по этому телефону приедут к вам. А вот теперь вопрос по существу. Можно ли за сумму онную сумма небольшая, но чтобы гульнуть и делать это постоянно? Гульнуть не на час, а на большее. В атмосфере полноты и реальных ощущений. Оттянуться-то где? Так вот, только здесь, в кафе «Давид», рядом с частью того, из чего строился город. Так вот, вопрос возникает у нас весьма интересный. Весьма интересный у нас возникает вопрос. И мне все говорят, Алексей, 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 ты же много покушал. Я говорю, я не просто много покушал, я покушал во всех нормальных местах. И в очень хороших пятерочках, и в очень хороших холл-инклюзивах. И это была не только Турция, но еще и Египет. То есть там все было реально красиво. Мало того, когда мне говорят, где я кушал, не надо забывать, кто была моя бабушка. Моя бабушка была очень крутым специалистом. Это реально было. Хорошие и качественные мероприятия. То есть, как бы вам сказать, ну, с черной икрой у меня все было реально хорошо и красиво, поверьте мне. Это было замечательно. Тогда все было гораздо проще, чем сейчас. Но давайте все-таки определимся, где мы можем вкусить изумительно. Вкусить изумительно. Некачественно. Где мы можем? Я вам показывал те места, в которых я кушаю. Но вы не думайте, что это место хуже. Далеко нет. Просто это место немножко подороже. Почему это место подороже? Одна большая причина здесь возникает. То есть здесь берут, естественно, баранину. Знаете, сколько баранина стоит? Вау! Космос, да? И делают из баранины, из всего остального отличное блюдо. Мало того, как вы смотрели и увидели, и я вам показываю о том, что кафе «Давид», которое располагается на нашей замечательной площади, где первая палатка располагается, мимо не проедете. Все прекрасно знают. Это уже сам специалист. Он умеет это готовить и делать это просто безупречно. Я еще раз говорю. Женщины, девушки, повара, они, конечно, готовят изумительно. Но как готовят нормальные специалисты, экстра уровни, это вам необходимо попробовать. Мало того, все то, что вот сейчас есть, вы, в принципе, можете заказать к себе домой. То бишь, у нас, естественно, перед нами что возникает? Перед нами возникает проблема. Называется Новый год. Ну, нет, обязательно Новый год. То есть, в принципе, при большом желании я телефончик укажу, вы можете сюда позвонить и заказать. И вам привезут не просто шашлык, а отличный шашлык. То есть, из тех, что вы реально сможете вряд ли попробовать в городе Магнитогорске. Я реально пробовал. И об этом говорю. Ну, давайте попробуем, что это такое. Это у нас фирменное блюдо кафе «Давид». То бишь, чтобы это было ясно и понятно, да? Естественно, это баранина. Баранина изумительнейшая. Вам, конечно, это можно попробовать. И вы это 100% чуть-чуть позже сделаете. Ой, я сейчас перекупил. Я просто дома решил приготовить кое-что. Но когда я понял, что я приеду сюда, я решил это все дело забросить. Вот. Я сейчас, я еще раз говорю, это я не пробовал. Я здесь, естественно, кушал шашлыки. Мало того, здесь мы с моим сыном в прошлом году делали шашлык на его день рождения. Да-да-да. 3-го, 0-3-го он у меня родился. Мы сюда пришли и сделали шашлык. Это было, конечно... А, кстати, не так давно он пришел, также покушал шашлык. Он сказал, да. Да, это было неплохо. Что я ем? Я беру томленную баранину. Она специально закрыта. Бывали мы в Волу-Инклюзивах. Но там-то, конечно, крутые специалисты. Но не во всех отелях Турции еда на топовом уровне. Далеко не во всех. Ну, примерно 10, может быть, 7% вам готовят супер. Все остальное готовят качественного вопроса. Нет. Но так как готовят директор, именно директор делает все это для вас. Я бы вам рекомендовал попробовать. Потому что баранина не просто изумительная, а квинтецкая. Я не буду говорить о специях. Потому что большая часть специи это свежие продукты. Что у нас на улице-то? У нас на улице январь месяц практически. Это все свежие продукты. То есть вы должны понимать, да? Что это лучшее удовольствие делается для вас. Но стоит денег. Но оно того стоит. Слово о том, что если вы придете сюда, если честно, и постоянно, вы можете очень красиво и качественно отдохнуть. И самое забавное, что этот сюжет у нас лет в Новый и последующие праздники Нового года. Кафе Давид от моего лица поздравляет вас Новым Годом. И в принципе есть такая возможность ну хотя бы раз в месяц. Вы понимаете, кафе Давид не сильно большое, да? Но раз в месяц вы можете сюда прийти. а после этого подумать на куда еще дальше заходить. Потому что качество еды на кафе Давид на очень, на очень, на очень шикарном уровне. Я был во всех магнитогорских ресторанах. В топе и не в топе. приедет сюда и попробуйте. Конечно, надо понимать, что здесь не просто вкусно, здесь красиво, да. И когда мне говорят про рестораны, давайте все-таки определимся, где лучшее качество ресторанов по продуктам питания, по приготовлению. И самое забавное, что я здесь неоднократно так же питаюсь. Я неоднократно здесь питаюсь. И вы знаете, каждое блюдо, которое я здесь ем, это удивительный вариант. Этот удивительный вариант, вы можете так же покушав это сделать каждый вечер. Это можно сделать легко. Кафе Давид, первая палатка. Сюда можно добраться не без всяких проблем. Мало того, если есть большая возможность и вы хотите покушать очаровательный шашлык, вы это можете сделать. Вы можете просто позвонить по телефону и вам все то, что нужно, привезут домой. Субтитры сделал DimaTorzok